МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Похожая картина и в других улусах. Жителям приходится просить помощи друг у друга. Откопать двери можно только снаружи, а окна замело полностью. Отменяются занятия в школах, серьезные трудности у фермеров и коневодов. О том, что ситуация близка к критической, свидетельствуют вот эти кадры. Лошади захлебываются в снегу. Они с трудом пробираются через сугробы. Некоторые фермеры уже несут потери, а животные просто замерзают в снегу. Чем ближе зима, тем активнее дорожники. В столице Приморского края, по словам многочисленных свидетелей, укладывать асфальт не помешала даже пурга. А что, руководство не говорит, что сворачиваться? Нарушения технологии были зафиксированы сразу в нескольких районах Владивостока. В городе Среднеуральск решили строить дорогу, несмотря на то, что температура воздуха понизилась до минус 3 градусов. Давайте вот мы кино снимем, как у нас ребята асфальт укладывают прямо на снег. Я думаю, администрация города Среднеуральска должна на это обратить внимание. В восточном административном округе российской столицы. Та же картина, сообщает наш мобильный репортер. Люди в оранжевых куртках перекрыли движение на 11-й парковой и с помощью строительных катков выравнивали свежее дорожное покрытие, невзирая на неподходящие погодные условия. Асфальт, уложенный таким образом, долго не продержится, комментирует пользователь ролик из подмосковного Лыткарина. Вода, которая неизбежно оказывается в таком случае, между основанием и асфальтовой смесью замерзает и расширяется, разрушая покрытие. На Сахалине снег тоже никого не останавливает. Интернет-пользователи остроумно назвали этот метод ремонта дорог композитной укладкой асфальта. Опыт российских дорожников перенимают и в Казахстане. В Кастанайской области мобильный репортер хотел снять первый снег, а снял работающий асфальтоукладчик. Что, мужики, дорогу делаете? Да. Я делаю. А, еще бы в январе сделали бы. Снос водонапорной башни в Киеве попал в объективы очевидцев. Демонтаж конструкции даже сняли с помощью коптера. Кроме того, за операцией наблюдали жители соседних домов. Пошла. Верхняя часть башни упала на подготовленную площадку. Вокруг поднялась стена пыли. Сооружение находилось на территории молокозавода, закрытого несколько лет назад. Жители Киева предполагают, что скоро из своих окон они будут наблюдать строительство новых многоэтажек или торгово-развлекательного центра. Дрифт на магазинной тележке, прикрепленной тросом к автомобилю, не самая лучшая затея. В этом лично пришлось убедиться жителю Новосибирска. Поначалу все шло как по накатанной, весело и с ветерком. Но в конце концов молодой человек дрифтанул так, что врезался в металлическую будку. Судя по всему, серьезных травм он не получил. Но неприятно точно было. Зачем тратиться на грузчиков, если ненужную мебель можно просто выбросить? Видимо, так рассудили жители Пензы, которые отправили в свободное падение шкаф. Рухнув с девятого этажа, он разлетелся в дребезге. К счастью, в этот момент внизу никого не было. Однако дежурящих у подъезда и вокруг площадки на видео незаметно. Так что операцию едва ли можно назвать безопасной. Следующий ролик вызвал бурю негодования в сети рыбакам. Предположительно, в Приморье удалось поймать акулу. Океанскую хищницу подняли в лодку и начали с ней фотографироваться. Герои видео активно позировали и все время двигали свою добычу, чтобы удачнее смотрелось в кадре. В какой-то момент акула задергалась, за что получила десятки ударов палкой. Все это сопровождалось смехом. В комментариях пользователи написали, что возмущены такой жестокостью. В Магаданской области известная на весь мир белка решила сплавиться по реке на лодке, несмотря на то, что в это время года это категорически запрещено. Лед может просто-напросто проткнуть резину. Если бы лодка пошла ко дну белки, не помог бы ее звездный статус. На ней не было спасательного жилета. Так что хочется верить, что это приключение завершилось благополучно.